Здравствуйте, это рынки в студии Даниил Бабич. Коротко о главном. Долговые рынки сейчас, если мы берем в глобальном масштабе, ожидают от Федрезерва внепланового снижения ставок. Этим и объясняется относительный оптимизм, например, на рынке акций. Об этом говорят нам данные по процентным ставкам на разные долговые инструменты. Если мы заметим, ставка Лайбер уже в долларах соответствует уровню ставок Федрезерва после последнего повышения. Ну а рынок процентных фичусов на процентную ставку Федрезерва закладывает еще одно повышение в мае. Тем не менее, в целом долговые рынки ждут, что Федрезерв что-то сделает для облегчения участий банков. Но у Федрезерва своя история, эта организация, безусловно, направлена на то, чтобы следовать своему двойному мандату. А двойной мандат считается как, с одной стороны, обеспечение занятости в Соединенных Штатах, а с другой стороны, обеспечение ценовой стабильности. Вот с занятостью здесь вопросов нет, а с ценовой стабильностью вопросы есть. И мы видим из графика, который у вас на экранах, о том, что каждый раз, когда в Штатах растут цены розничные, то рост потребительских цен Федрезерв пытается погасить повышением процентных ставок. С одной стороны, такая политика, ну можно спорить, работает она или нет, то есть экономисты спорят. Что же касается банковского сектора, то для некоторых банков резкое повышение ставок стало просто моментом истинным, моментом откровения. Ряд банков в Штатах обанкротился, также есть определенные проблемы и в банках других странах. Марпский опрос Банков Америка, когда-то он назывался опросом Мэри Линч, вспоминаем этот бывший в свое время один из самых крупных инвестбанков на Уолл-стрит. Вот этот опрос крупнейших менеджеров крупнейших инвестфондов говорит о том, что сейчас самый главный риск для рынков это системный кредитный кризис. Он, судя по всему, приближается, это видно по акциям региональных банков США, которые теряют очень сильно. CNBC на выходных отметила, что за предыдущую неделю американцы сняли со своих депозитов, в основном в средних и мелких банках, свыше 100 миллиардов долларов всего лишь за неделю. Ну и мы видели, что набеги, так называемые набеги на банки, бэнкран, это то, чего власти опасаются, пытаются предотвратить, но пока ставку не снижают. В то же самое время несложно понять, что все это вызвано, безусловно, от проблемы у ряда банков тем, что ставки были резко повышены. Многие этого просто-напросто не ожидали, не знали, как быть в данной ситуации и, собственно, это вызывает бурю эмоций на рынках. На выходных Financial Times отмечала, что обеспокоены в комиссии по ценным бумагам и биржам маржин-коллами одного британского хедж-фонда Rokus, который, собственно, специализируется на торговле гособлигациями США. Там были ряд неудачных сделок, но отмечают, что ликвидность госбумага США существенно снизилась, это несет большие риски. Та же Financial Times отмечает, цитирует главу МВФ в последнем ее публичном выступлении, что МВФ тоже обеспокоен рисками для финансовой стабильности в мире. И даже если мы посмотрим на те рынки, которые в прошлом году очень неплохо себя показывали, мы возьмем, например, индийскую экономику, которая растет с достаточно хорошими темпами, тем не менее индийский рынок тоже в последнее время корректируется. С другой стороны, российский рынок, он попал под каток в прошлом году, но вот уже в этом году на российском рынке открылись новые возможности. Вот об этих возможностях мы и побеседуем с управляющим активами. С нами на связи Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа Капитал». Эдуард имеет огромный опыт в управлении активами, в разных инвесткомпаниях он работал, то есть очень такой солидный трек-рекорд. Ну а я с удовольствием представляю нашим телезрителям Эдуарда и сам хочу с ним пообщаться. Эдуард, приветствую вас, спасибо, что включились к нам. Да, Даниил, добрый день, добрый день телезрители, спасибо за такое представление. Эдуард, ну сразу дисклеймер, конечно, я и клиентом долгое время «Альфа-банка» являюсь, и брокерский счет, но не в этом дело. А дело в том, что послушал я ваш подкаст некоторое время назад, как раз вот подкаст «Вальфе» был в Телеграме, и там вы упомянули то, на что я обратил внимание, что Сбер может выплатить 100%, как вы там предположили, что Сбер может не 50% чистой прибыли выплатить в качестве дивидендов, а 100%, исходя из того, что за прошлый год он дивиденды не выплачивал. Наверное, даже вы не ожидали такой щедрости от Германа Оскаровича, что аж 200% он выплатит. Какое впечатление это на вас произвело? Насколько это было неожиданно? Вот, расскажите. Да, спасибо за вопрос. Ну, действительно, это было неожиданно для всего рынка, потому что, как бы, редко... Я бы даже сказал, никогда мы не встречали в истории, когда большие компании беспокойно выплачивали там 200% чистой прибыли за прошедший год, и тут, видимо, несколько моментов стоит отметить. Во-первых, это, как мне кажется, сигнал для других компаний, но прежде всего госкомпании, наверное, что выплачивать нужно, и придется, возможно, достаточно существенные дивиденды, потому что тут есть вторая история, да, то, о чем я говорил, она связана с дефицитом бюджета, и действительно, чтобы его закрывать, тут, собственно говоря, у нас, наверное, два момента есть. Первое – это увеличение налоговой нагрузки потенциальной, чего хочется избежать для компаний. А второе – это более высокий уровень выплаты дивидендов, и это, наверное, как бы хорошая история этого вопроса. То есть дальше уже мы можем как бы аппроксимировать, чему это может привести, да, мы понимаем, что вот эти дивиденды, они, естественно, там отчасти или все, но, скорее всего, все-таки не 100%, да, а меньше попадет обратно на рынок, то есть инвесторы будут реинвестировать эти самые дивиденды не только в акции Сбербанка, да, наверное, а я думаю, что эта история растечется по всем компаниям. Ну и второе – это действительно, наверное, такой достаточно позитивный сигнал для других компаний, что не нужно бояться там выхлачивать дивиденды, потому что мы понимаем, что, наверное, есть определенные опасения, там, они связаны с желанием компании оставить подушку ликвидности в силу того, что неопределенности, наверное, сейчас больше, чем там в 21-м году, хотя и меньше стало, чем в 22-м году, да, тут тоже нужно отметить. Вот, ну, второй момент, возможно, некоторые компании как бы хотят избежать там какого-то внимания усиленного, да, что вот у них есть деньги, хотя, мне кажется, для государства это совершенно точный секрет, у кого есть деньги и сколько, поэтому я считаю, что не стоит бояться как бы возвращаться дивиденд на выплату. К тому же российские акционеры, ну, вообще инвесторы, они, наверное, смотрят на часть компаний, там, процентов 70-80 через призму дивидендов, поскольку это показатель качества корпоративного управления, да, у нас есть компании, у которых много денег, но которые там, ну, не всегда там желают делиться большой их частью с инвесторами, а есть компании, вот, которые как бы следуют своим политикам прописанным, может быть, с паузами, но тем не менее. Эдуард, вот несколько лет назад, энное количество лет назад, мы беседовали с Германом Оскаревичем, Грефом, перед собранием акционеров, очередным Сбербанком, было такое длинное интервью, где он говорил про дивиденды, а я поднял вопрос, что для инвесторов в акции важны не только дивиденды, и не столько дивиденды, сколько рост капитализации. Понятно, что дивиденды – это дополнительный плюс, и вот, как вы сказали, дополнительный фактор. Какие еще факторы сейчас вы используете в столь непростой ситуации все-таки для нашего рынка, для рынка акций, но с облигациями, может быть, как-то попроще, мы знаем, есть там купоны, есть дюрация, вот, а с акциями как быть? Вы ориентируетесь на какие-то неэффективности рынка, на там все-таки реальные вещи такие, как денежные потоки, которые виднее, чем, может быть, какие-то цифры отчетов. Мы знаем, что многие компании стали гораздо менее прозрачными сейчас по объективным причинам, чем ранее. Ну, все-таки, опять же, вернусь к началу, да, дивиденды – это важный фактор, именно качество корпоративного управления, потому что, как бы, это вот прям лапну своя бумажка. Второй панк, конечно, я согласен с вами, что рынки стали намного менее эффективными. Ну, понятно, мы вот тут можем дискутировать о причинах. Я думаю, что не менее важная причина связана с тем, что там иностранные нерезиденты, как бы, из недружеских стран, они заморозят. И они, ну, раньше, собственно говоря, добавляли ликвидности и эффективности, да, потому что мы все-таки сравнивали там подобное с подобными, да, мы сравнивали там российские акции, там, нефтегазовые, например. Мы сравнивали с компаниями, соответствующими из других стран, там, европейскими, американскими, глобальными, неважно. Да, вот сейчас сравнение, наверное, как бы, в некой степени ушло, да, вот, но, тем не менее, как бы, очень важно все-таки отчетность компаний пока не раскрывается. Мы надеемся, что, ну, не все раскрывают, так скажем, кто-то раскрывает, там, и Сбербанк раскрывает, например, да, как бы, более-менее удобоваримая отчетность, а другие компании, собственно говоря, кто-то раскрывает все, да, всю отчетность, кто-то ничего не раскрывает. Мы надеемся, что такие компании вернутся к публикации отчетности, потому что тогда можно будет более точно, наверное, определять как бы справедливые цены, да, то есть, но, тем не менее, как мы понимаем, вот, даже те усеченные, как бы, версии, которые мы видим по ряду компаний, они, в принципе, ну, уже достаточны, достаточны, чтобы, так скажем, строить и изменять, там, финансовые модели на основании вот этих данных, да, понятно, что погрешность стала больше, как бы мы это все четко понимаем, то есть, погрешность как в негативном плане, так может быть и в позитивном плане, вот, и рынок, наверное, стал более волатильным, он просто стал более, так скажем, тонким, но надеемся, что вот возврат к этой отчетности будет. Возможно, это будет, там, середина этого года, как хочется бы, возможно, надеемся, что это будет даже раньше. Вот, понимаете, много, как бы, у некоторых компаний, если компания из одного сектора, да, кто-то раскрывает, тот не раскрывает, можно уже по косвенным признакам отчасти понимать, куда, в принципе, весь сектор, как бы, в каком направлении идет, да, по некоторым компаниям вам достаточно знать, наверное, ну, понятно будет погрешность, там, уровень цен, по которым, например, они продают свою продукцию, да, и уровень загрузки мощностей вы уже примерно можете тоже с достаточно уже невысокой погрешностью сделать, как бы, спрогнозировать ее денежные потоки. В общем, денежные потоки, как они распределяются, это будет влиять на отношения инвесторов абсолютно точно. Эдуард, я хочу быть правильно понятым, если кто-то подумал, что под неэффективностью рынка я имел в виду негативную какую-то коннотацию, наоборот, я имел в виду позитивную коннотацию, потому что, чем неэффективнее рынок, ну, до определенного уровня, тем больше на нем возможностей, вот, как с этим быть? Ну, это действительно так, да, считать нужно, как бы, сейчас, наверное, намного пристальнее, да, и вот у вас, как бы, отклонения вот эти от справедливых цен, они намного больше, но, опять же, для управляющих, мы понимаем, да, это все-таки возможности дает, потому что некоторые акции, по нашему мнению, там, отклоняются, слишком оптинистичные сценарии, там, инвесторы часто закладывают, в некоторые, наоборот, слишком негативные сценарии закладывают, и это возможность, как бы, делать вот эти вот перекладки, так скажем, да, из-за них росли другие, потому что, ну, фонд-монеджер, понятно, чаще всего управляет фондами, которые, так скажем, лонгомли, да, называются, то есть вы всегда инвестированы и должны, как бы, менять структуру портфеля в зависимости от ваших предпочтений, да, в рамках неких, там, ограничений законодательных или внутренних ограничений, но, тем не менее, вот, и сейчас, сейчас стало, да, с этим, наверное, попроще, раньше эффективность найти, честно скажу, было намного сложнее, да, вот, но, конечно, есть, там, ложка дегтя, это то, что у нас ликвидность стала тоже поменьше, вот, но, тем не менее, как бы, стараемся подстраиваться под это. Ну, а для больших фондов это, безусловно, ну, относительно больших фондов на нашем рынке, это может быть проблемой, также для больших управляющих, ведь у нас сейчас больше 80% объема торгов обеспечивают частные лица, если верить статистике московской биржи. А как быть с бумагами второго, там, третьего эшелона, вот, мы банки упомянули, со Сбербанком все хорошо, но были такие опережающие индикаторы, например, прекрасный банк, региональный, банк Санкт-Петербург, его акции, как бы, давно уже растут, причем по привилегированным там были какие-то дивиденды, по обычке он вот только что объявил на днях, что тоже будет платить дивиденды, помимо банк Санкт-Петербург, там еще и байбэк, кстати, есть, тоже к денежным потокам, не только в компании, но и в акции идут деньги. Есть еще такие банки, как Московский кредитный банк, банк Авангард, и, с другой стороны, у нас есть ВТБ, который в силу объективных причин совсем в другую сторону сейчас смотрит, там он планирует новые доп.эмиссии, понятно, что средства нужны для интеграции с открытием, там и прочее, прочее, прочее. Есть ли что, какие-то идеи, вот, например, в банках, чтобы с ними закончить уже, помимо Сбера? Ну, смотрите, банковский сектор, мне кажется, вообще важно, как бы, конструировая портфель, смотреть не то, что было, да, оно имеет меньшее значение, а то, что будет. И, по нашему мнению, прибыль банков именно в 23-м году, да, поэтому, 23-го года, там, дивиденды будут выпучены в 24-м году, она будет достаточно высокой, да, если взять, там, тот же, Сбербанк, вот, на дни инвестора, они индицировали, что у них рентабельность капитала будет, там, порядка, выше 20-ти процентов, да, вот, а учитывая, что капитал у них выше 5-ти триллионов, то несложным, как бы, математическим упражнением можно понять, что прибыль банка, скорее всего, будет на уровне, там, как минимум, 2021-го года, да, это может привести, как бы, к хорошим дивидендам. Но я думаю, что весь банк, сектор поправляется, то есть даже НКБ, вы действительно отметили, он показал хороший результат, то есть, на самом деле, результаты, по сути, у многих банков даже, да, по итогам прошлого года, все, что выше нуля, там, там, Кинькофф банк, например, тоже, по нашему мнению, показал неплохие результаты, если я не ошибаюсь, там, около 20-ти миллиардов прибыли за 22-й год, это, это очень хорошая оценка, да, ну, ВТБ, понятно, чуть в стороне стоит, там, в силу просто большего количества иностранных бизнесов, да, и более, может быть, жестких каких-то ограничений, введенных на него, но, в целом, нам кажется, что всему банковскому сектору получится показать, ну, хороший финансовый результат, существенно, может быть, больше, там, 2-3 миллионов рублей по итогам 23-го года. Ну, а дальше, конечно, можно аппроксимировать, что, дальше смотреть на дивидендную политику отдельных банков, просто, как они ее будут использовать, если они ее будут следовать, там, она просто у всех разная, да, тут, я деталей по менее крупным банкам не могу вам сейчас сказать, какая у них дивидендная политика, вот, но если, как минимум, 50% чистой прибыли они будут следовать, то можно ожидать, что дивидендная доходность, наверное, средняя по банковскому сектору будет двухзначная, да, то есть 10+. Ну, помимо банковского сектора, у нас традиционно нефтегаз, с нефтегазом понятно, что история непростая, но, опять-таки, у разных компаний по-разному, там, у «Газпромнефти» не было большого количества глобальных инвесторов в бумагах, у «Роснефти» наоборот были, у «Новатэка» одна история, у «Газпрома» другая, в то же самое время и другие секторы, может быть, интересно, в прошлом году удобрения выстрелили, вроде как «Фосагра» опять, вот, там, все неплохо, «Позитив», группа «Позитив» внезапно выстрелила, «Белуга» тоже «Позитив», «Билон», то есть много всяких вот таких вот небольших историй, которые действительно привлекают внимание у частных инвесторов, но есть и мегакомпании, стоит ли смотреть на мегакомпании, либо сосредоточиться на каких-то маленьких нишевых отдельных историях, вот, что вы думаете? Знаете, я отношусь к этому следующим образом, чтобы включать или не включать там в портфель ценные бумаги, нужно понимать, зачем инвестор это делает, да, и, скорее всего, нужно иметь финансовую модель под этим, ну, для этой компании, вот, поэтому это достаточно все трудозатратная история там для акций второго и третьего эшелона, да, о которых мы в том числе упомянули, поэтому я думаю, что и рисков там больше, ну, и рисков, в первую очередь, мы должны понимать с вами там, кооперативных, потому что большая часть компаний, у них недостаточный, как бы, трек-рекорд истории управления компанией, да, они многие стали публичными не так давно, я думаю, что для многих из них получится еще раскрыться, как, как бы, отношение инвесторов будет достаточно позитивным, но для этого требуется время, да, все-таки мы при своих инвестициях ориентируемся больше на крупные компании, где мы лучше понимаем, как бы ее историю и примерно понимаем, где лучше понимаем поведение менеджмента и, собственно говоря, точнее можем спрогнозировать финансовые результаты компании, да, вот если вы там упомянули нефтегаз, то я думаю, что, конечно, сейчас стало делать это сложнее, да, в силу того, что у нас там разные цены, как вы знаете, да, есть цены юрлс, есть цены там бренд, есть разные, так скажем, показатели, типа транспортная составляющая, которая у разных компаний, наверное, разные, я имею в виду транспортная составляющая, там, сколько вам стоит довезти, там, один баррель нефти от того места, где вы добываете, до покупателя, да, вот, это вносит, как бы, определенную такую сумятицу, но в исторические принципе и сейчас прогнозировать их, наверное, для нас, с точки зрения денежных потоков, подчеркну, да, намного проще, потому что, я уже говорил, кстати, вот, и, Даниил, если ты сказал, что посмотрели вы наш телеграмм, вот этот вот выпуск, да, по акциям, я там отмечал, по-моему, даже не раз, о том, что важнее для меня, как бы, управляющего, это не изменение, не график изменения цен, да, я на это вообще могу не смотреть, а изменение изменение финансовой отчетности и, собственно говоря, изменение, там, отношения менеджмента и вот такие вещи, то есть важно смотреть вперед, а не важно, сколько компания именно ее акции стоили до этого, вот, тут важно понимать, я не знаю, как бы, могут ли отдельные физические лица, вот, именно, строить такие, ну, финансовые модели по компании, мне кажется, это просто достаточно трудозатратное удовольствие. Ну да, общинка выделки не стоит, тем более, что если у физического лица нет достаточной суммы денег, чтобы заработать очень много, а если есть такая сумма денег, наверное, он занят и легче обратиться к какому-то управляющему. Эдуард, огромное вам спасибо за вашу экспертизу и комментарии. Эдуард Харин, Альф Капитал был с нами на прямой связи, мы обсуждали инвестидей на российском рынке, где сейчас, кстати, вот, апреле, самый разгар дивидендного сезона. Как говорил один, тоже известный управляющий, может быть, отчетность инвесторов не столь беспокоит, сколько беспокоит наличие и отсутствие дивиденды, нужно смотреть больше, конечно, по делам, а не по обещаниям. Как бы то ни было, российский рынок явно проснулся, в последние дни марта максимальная активность в акциях отмечается на московской бирже. Всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!